Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 75 лет с начала этого легендарного сражения. И в связи с этой датой Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградской битва города Волгоград предоставил Рязанскому Кремлю экспозицию «Сталинград 42-43 годов глазами художников». На выставке посетители смогут увидеть рисунки, сделанные участниками Сталинградской битвы и более поздние работы, созданные по наброскам военного времени. Здесь представлены как портреты участников, так и жанровые сценки, на которых можно увидеть военную технику, улицы Сталинграда и разрушенные здания военнопленных. Также в залах музея представлены несколько работ, которые показывают войну с другой стороны. Это рисунки немецких художников. Среди них произведения солдата-пропагандиста Франца Лиска, а также Курта Ройбера, автора знаменитой «Сталинградской Мадонны». Военный врач написал ее на обратной стороне карты в декабре 1942 года. Тогда он находился в Сталинграде в окружении. Для немцев, которые страдали от холода, голода и видели, что у них перспектив никаких для спасения нет, это явилось определенным лучом надежды и вызвало у них какие-то такие чувства человеческие. Подлинник «Сталинградской Мадонны» хранится в Берлине. А музей-заповедник «Сталинградская битва» предоставил Рязанскому Кремлю копию этой знаменитой работы. Организаторы надеются, что, соприкоснувшись с вещами, выхваченными непосредственно из знаменательных событий, многие взглянут на историю Великой Отечественной войны другими глазами. Кроме того, всех посетителей ждет сюрприз. Сегодня в залах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника можно увидеть порядка 70 имен героев уроженцев Рязани, которые погибли под Сталинградом. Татьяна Чиликина, сотрудник Рязанского Кремля, вполне могла бы найти здесь фамилию своего деда Василия Печнякова. В 1942 году его призвали на фронт. В составе стрелковой бригады он попал под Сталинград. Его часть за 100 километров отправляют на подступы, поконируют окопы. И вот что известно, что погиб он 8 августа. То есть где-то он пишет письмо своей жене, вот последняя третья, от 2 августа. Она датирована 2 августом, в котором написано, что сейчас иду в бой, что будет дальше, не знаю. На сайте «Подвиг народов» Татьяна нашла информацию о точном месте захоронения своего деда. А в год 70-летия Победы вместе с семьей она отправилась в Волгоград. Там они прошли с фотографией Василия Печнякова в составе бессмертного полка. Поднялись на Мамаев курган, но, к сожалению, к месту могилы добраться так и не смогли. Сегодня, находясь среди экспонатов этой выставки, она вспоминает своего деда. Ну, а у рязанцев есть возможность найти в предоставленных Волгоградским музеем списках фамилии своих родственников.